привет это андрюха обыватель и еще одно видео за одну из наших коллекций добрый день ну начнем с картинки это опять одна из картин мальты где-то такая улочка с лестницей наверх идет романтической но не знаю насколько она романтическая как-то зелени не хватает это же вообще скалисты много живописная работа перспективе так сделано тут именно интересно мне нравится что наверху эти провода что-то такое жильем таким как что самая тяжелая здесь было как ни странно это лестница которая слева она там ступеньки они наклоненные слева да потому что там непонятно как их делать было вроде бы ступеньки но не под наклоном а тут тешу сбоку ну ладно уже сперсти справа спешите в перспективе сделок и все а там непонятно то ли лестница то ли не лестница при нужное построение да и они очень длинные там ступеньки там полметра то есть так под наклоном но непривычен нет такого в общем но как-то же надо было нарисовать но я думаю я более менее справился ладно вот этой фоне для работы у нас тема интересная баварский порт конкретно относится к одной и той же производства производитель тоже розенцов 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 значит что у меня как-то так со всех разных источников она собиралась кое-что даже некоторые вещи покупал и в секонденде в магазине но в основном конечно на блоченном рынке и начнем может начнешь уже что-то показывать а то тут никто ничего не видел с удовольствием вот это самая большая ваза значит по стилю она где-то пятидесятые годы 60 это уже позднее может семидесятые десна вот пожалуйста бавария кайпи м джерман и фарфор конечно исключительного качества но немцы на самый лучший в европе фарфор изготовлялся в германии а потом уже в австрии и россии англия до сих пор бунт чайна делает ну нет есть еще кое-что они сейчас делаю тоже давай это кстати все вещи они белого цвета да хочется заметить такую один отличительную черту когда они чисто белый вот интересно и мне это очень нравится вот 2 2 опять же что значит здесь любят по две штуки на на двумя стороны нами на базе и значит что вот пожалуйста я могу показать опять кстати марочку чуть-чуть отличается это на более старые да я сделали до войны это уже очень тут детализировано классно вот этот виноградик идет здорово делали здорово не это делали это геральдика не знаю как она называется ну тогда аргументации во первых форма красивая форма здесь и это по по моему арту декор вот такая форма я считаю что где-то 20-30 годы 20 вот такие красивые видны фарфор как же говорит порцевал вот такая вот тоже думаю что это где-то она права как шишечка вот это тоже очень красивая вазочка она где-то с пятидесятых годов вот это по дизайну финского мастера они сделали шаша и она еще не глянцевая матовая называется по моему бисквитной бисквит порселан это больше за фигурки говорят да не знаю это но или нет а я знаю то бисквит порселан он матовый но не значит что все матовое такое может да может не такой же как свистунку лакутик напоминает так это классик rose коллекшн розантау шитоша надо вот какого-то времени затруднялись по стиле по форме тоже где-то аж декор уже десятые годы может 30 тоже немножко нарядный форма модерна подсвечник таким петушку чем а если подсвечник таким петушником из средств на цветочек и цветочек ставят не придумать это для цветка для одного цветочка есть такие вазочки для одного цветка ну а если уж на то пошло свечничек пап сначала покажи вещи потом ты все время начинаешь печататься вольефик красивый это подсвечничек у него руки не хватает к сожалению и пальца большого маленький звенчик очень красиво очень хорошая работа литье великое это добавил носки валяются такие детали да жалко что она чуть-чуть кнутся наверное если бы она не кнутся наверное дороже а за сколько ты ее купил за сколько ты покупал эти вещи кстати по разному недорого да недорого ну там по фунтику по два нет от фунта до пяти от фунта до пяти в общем да и вот это мне тоже очень нравится мне вот это чашечки да четыре штуки они просто очаровательные во первых они тоже настоящий баварский баварский парцелан фарфор порселан потому что по-русски фарфор по-английски порселан а парцелан говорят на брайтон бич я понял что это все все вот такая коллекция в магазине а это что целенькие или целые любитые ну пап ты сейчас нам уже люди писали что они вообще им страшно смотреть как мы бьем чем-то видишь им страшно а мне нет какой ты смел ну ладно будем закругляться но не совсем не совсем ну мы посчитали что это видео оказалось таким коротеньким поэтому вот еще такая небольшая добавка что это папа это боксы в коробочке значит в основном они для табака табачные но может быть еще для каких-то других целей и даже покойчик для духов значит это все такое мизерное маленькое миниатюрное сильно даже коллекция не назовешь так просто несколько предметов да несколько предметов значит я хочу начать вот с этой коробочки ближе показываю это для табачка коробка Германия и сделана она прилично давно ее годы 1750-87 может откроешь да внутри она позолочена а свадьбе печати нету тебе печать нужна тебе не доверяешь вот она сейчас секундочку эту печать я уже сравнивал по каталогу она 18-го нету молодец что интересно дяденька который ее продавал я когда спросил сколько стоит он так и задумался и так что-то сказал 70 пенсов я так удивился я марки тоже еще не увидел она была вся в потине и марка была закрыта темно-серая значит была нет она вообще закрыта была слоем ее не было видно это потом я дома когда очищал уже надыбал эту марочку уже проверил по каталогу все но рядом стояла тетя которая в курсе дела была и когда она я эту вещь покупал у нее трисла челюсть и стало страшно обидно что не она схватила ладно следующая бывает вот эта коробочка вот скорее всего тоже для каких-то ароматов я уверен может табачок может что-то другое сделали ее индусы это индийское вот такое у них прикладное искусство чудесное значит она сделана это эмаль термин термин да эмаль прозрачная под ним серебро ага есть такой термин я забыл но это по-моему это не клаузон случайно нет нет вот такая техника потому что тут есть именно и вот такая техника нет ну ну ладно тут они что-то сильвер мастер опал кто-то вот это как будто гвоздиком мастер сделал да потому что это наверное более примитивное мастерло мастер сделано исключительно красиво вот эта коробочка тоже это уже тут перламутр инлей мне это нравится совершенно верно перламутр это инкрустация инвай это нет инкрустация это инвай инвай вот внутри марки египет это египетская коробочка не знаю будет ли видно она ну как есть так и есть вот такая она тяжеленькая она нелегкая есть такие легенькие это хорошо добротно сделано ближе покажи красиво то что то у меня как-то цвет подмешивается розовый непонятно откуда а он уберется сам не знаю уберется ли он ну ну домой да это по-моему уже закат начинает как всегда поздно начинает это делать дальше вот эта коробочка может быть и для таблеточек может быть но может тоже для табачка значит по-моему она вверх значит что на ней здесь гравировка это япония японский кораблик сделан и что интересно сам кораблик сделан чуть-чуть покрыт золотом кто-нибудь ага ну нижняя часть и здесь тоже по-моему и на замке да нет какая-то пага да по-моему мурочка найдем нет не знаю а ты плохо держишь возьми возьми ты возьми ты возьми ты вот по-моему видно да значит она начала 20 века коробочка тоже очень красивая элегантная коробочка осталась только бутылочка и бутылочка тоже япония тоже япония да для духов и для масла какого-то на печати есть дальше джапан так что интересно тут значит пагода красивая такая тоже покрытие золотом чуть-чуть сзади гора это их футзияма знаменитая у них разные это может не футзияма только футзияма на всех гравюрах на всех рисунках у них это как как религия футзияма значит открываем и можно понюхать чудесный аромат здесь такие духи были наверное французские но я не ухать не буду ну да вот пошел сюда я чувствую но зрителю это же не покажешь она пустая так перескажи она пустая но до сих пор остался запах этому запаху уже извините он держится больше но раньше духи же делались на розовом масле а не экстракте начало к чему я и веду что это там какой аромат пошел по комнате и такой нежный нежный французские духи скорее всего не японские нет это японская вещь сама это это уже точно вот такая вот маленькая подборочка симпатичных вещей ну ладно будем закругляться на этом пока все до следующих встреч с вами был Андрюха обыватель не забудьте подписаться на мой канал и ставьте лайки до свидания до свидания